Что отличает Тверскую кухню от гастрономии других регионов? В Твери стартовал кулинарный конкурс среди ресторанов. Повара покажут свое знание местных традиций и умение по-новому обыграть известные рецепты. В Тверской области много рек и лесов, а значит много рыбы, грибов и ягод. Эти и другие продукты много веков были основой Тверской кухни. Ее чуть было не вытеснили шавармы и бургеры, но сейчас в регионе возрождают кулинарные традиции. Я считаю, что мы сейчас стоим на пороге абсолютно такого нового этапа в развитии и русской кухни, и кухни Тверского края. На несколько десятилетий она была абсолютно позабыта и как-то никому не интересна. И то, что сейчас происходит, то, что сегодня начинается как раз, какую-то, если не уверенность, надежду дает на то, что в ближайшее время, по меньшей мере, мы как-то с вами снова ее обретем. Максим Сырников – известный повар и телеведущий, а еще уроженец Тверской области. Он приехал в наш город, чтобы принять участие в открытии нового кулинарного конкурса среди ресторанов в рамках проекта «Вкус Верхнего Лжья». Все здесь заинтересованы в этом проекте, он на самом деле интересен. Предприниматели сферы питания, они будут именно доставать для нас эти традиции, воплощать их в жизнь через блюда, рассказывать различные истории. В конце концов, жюри определит победителей по несколькими номинациям. Традиционное блюдо, подача, лучший комплимент. Рестораторы уверены, проблем в том, что представить в меню на конкурс не возникнет. Река Волга, озера, поэтому у нас все есть для того, чтобы сделать действительно исконно русские блюда в Тверской земле. Проект «Вкус Верхнего Лжья» – это не только конкурс, но и гастрономический фестиваль, который проводится в Твери. Он уже стал традиционным и с каждым годом собирает все больше участников. Череда гастрономических фестивалей, которые проходили у нас в Твери, в организации которых администрация города принимала самое активное участие, дает возможность сделать выводы и с уверенностью сказать, что гастрономический туризм находит все больший отлик у большего всего числа людей. К обеду на фестивале этого года было уже порядка 35 тысяч человек, и большим спросом пользовались блюда Тверской кухни. Задача гастрономического конкурса – создать кулинарный туристический бренд региона и сделать так, чтобы традиционные блюда можно было найти не только на тематическом фестивале, но и в любой день в меню различных ресторанов.